Здравствуйте! Меня зовут Виталий Босинок и с помощью Тани я продолжаю проект «Учим песни Сергея Труханова». Сегодня пройдем одну довольно старую песню на стихи «Юнный морец». Секварение называется «Случай с вородитой». Соответственно, песня названия не имеет, но, наверное, так мы ее и назовем. Как всегда, стандартный комментарий. Моя гитара настроена на полтона ниже. Соответственно, я ставлю каподастер на первый лад, чтобы быть в тональности оригинала ми минор, который мне подходит. Вам, чтобы быть в строе вместе со мной, если у вас стандартно настроена шестиструнная гитара, играть нужно без каподастера. Ну и, как всегда, сначала исполнение, а потом разбираем саму песню. Эта женщина вышла из пены морской, Наготу на свету заслонила рукой, И в толпе затерялась людской. Мухи жрали навоз за стеной городской, Убегала от смерти старуха с клюхой, Ложку каши младенец держал за щекой. Эта женщина вышла из пены морской, И в толпе затерялась людской. Люди кланялись ей, возвращаясь с полей, Узнавали ее, зазывали в жилье, И шептали к младенцу, прижавшись щекой. Эта женщина вышла из пены морской, И она преисполнена воле такой, Что внушает блаженный покой. Вот такая вот песня-зарисовка. Здесь в этом случае я тоже не буду показывать отдельно правую руку, потому что она очень изменчивая, здесь нет какого-то одного рисунка, который бы как-то можно было обрисовать. Поэтому здесь есть вступление, и есть куплет. Вступление практически повторяет часть куплета, поэтому мы сейчас просто медленно все это разберем, я медленно покажу, как это играется, и обращу внимание на какие-то детали. И, собственно, это такая не очень, не очень, не безумно сложная песня, к тому же она в тональности ми-минор использует большая часть открытых струн. Ну, давайте посмотрим. что у нас там есть, значит, вступление. Начинается с бас и арпеджио. И вот эти нотки. Да, здесь из-за самого интересного, вот только этот фаршлаг, он делается уже знакомым нам способом. то есть щипок по одной струне правой рукой, ставим палец и убираем его с небольшим подцепом. Повторяется то же самое. Давайте, чтобы немножко было разнообразие, потому что в разных вариантах это все играется у Сергея немножко по-разному, что, естественно, акценты чуть-чуть разные. Поэтому сейчас постараюсь максимально показать. Теперь будет арпеджио на вот этой нотке. И вдобавок еще вот эти вот глиссанды даваем небольшие. Значит, делается это... Сначала щипаем, потом двигаем палец. Значит, здесь третья струна, и открытая вторая, и дальше аж 7 аккорд. Значит, фишка этого дела... Это, ну, можно сказать, так немножко отление. Такие вещи, да. Пока мы переносим палец, мы как раз играем вторую струну. А по факту получается мелодия. Арпеджио, аж 7 с арпеджио. Тут, в принципе, да... Все на арпеджио. Такое, как в обратный перебор. И ми-минор. И флажолеты, которые мы уже показывали. Давайте я на всякий случай еще расскажу. Флажолет на 12-м ладу, натуральный флажолет. Мы не кладем палец на гриф, кладем его на струны, так, чтобы струны не касались ладов. И берем щипок, убирая пальчик, получается такой красивый звук. И поехали в саму песню. Если убрать фаршлаги, получается очень несложная вещь. Еще раз так, медленно. Да, все круче вокруг вот этих нотов. Просто идем по мелодии. Подни, пекарь, дышал. Значит, теперь встраиваем эти фаршлаги. Фаршлаг этот делается тем же самым методом, что делался и вот тут. Те, которые мы проходили раньше. Да, только с той разницей, что мы остаемся на этой нотке, не снимаем с подцепом. Раз, два, три. Простите, с подцепом мы снимаем вот эту нотку соль. С этим фаршлаги самое что важно, научиться их играть в ритм. И вот все вот эти быстрые элементы, это вообще в принципе в музыке так. Чем быстрее хотите сыграть, тем медленнее следует играть. Прозвучит нормально. Если играть торопливо, это ничего красивого не будет. Спокойно, размеренно, все успеется. Видите, на все хватает времени. Значит, здесь такой ля минор. Ля минор. А7 получается. АМ7 получается. Да, просто мы не берем третью струну. Нам вот этот пальчик нужно, чтобы проиграть те же самые нотки мелодии, но уже с гармонией ля минор. И дальше на А7. Довольно распространенный у Сергея прием, часто используемый. Когда есть А7, мы переходим в Д7 с басом в бадьез. А7, ну, вы все и так знаете, да? Вот он. Значит, для Д7 мы указательный палец ставим на вторую струну, а средний палец зажимаем, чтобы было проще, можно прямо две басовых струны. У вас получается два баса, либо что вы будете менять здесь его. Вот такой вот ход. А потом как вступление. Только мы берем сначала Соль мажор, а потом Ми минор. Разница только в басу. Все то же самое. Все. В общем-то, окончание, там нет никакого специального проигрыша, там все заканчивается тем же самым, что внушаем, глаженный покой. Можно так, можно здесь взять флажолеты. И да, между куплетами тоже флажолеты. Вот собственно и все. Вот вся песня. Не очень сложная, богатая только разными вот этим вот, как это называется, мелизмой, украшениями. Все. Спасибо, учитесь с удовольствием. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok